Это Радиус. Я на базе торгоидов. Чертовски зловещее место. Первый раз сюда прилетел один, и мне страшно. Добываю материалы для профессора Палина, неизвестные фрагменты. Когда мы были на этой базе, я нечаянно заметил, что если уничтожить вот этих падальщиков, из них вываливаются как раз эти самые неизвестные фрагменты. Что-то падальщиков мало, я не понял, почему здесь открыто? А нет, здесь закрыто, все нормально. Артефакта у меня нет, чтобы туда попасть. Все блестит. Поэтому поищем падальщиков здесь. Вокруг. Вот эта гадина, по-моему, взрывается. И очень нехорошо взрывается. Подбрасывает меня. Неизвестное устройство связи. Мне не нужно, мне падальщики нужны. А где они? Трех падальщиков я убил. Подобрал два фрагмента. А где еще? Вон он еще один. Надеюсь, из него сейчас вылетит этот фрагмент. Мне еще надо с десяток. Стой. Падаль, стой. Взрывался. Отлично. Неизвестный панцирь, к сожалению. А вот и еще один. Они у меня на радарах. Нету, да, неизвестного фрагмента? Черт, из этого не вывалился. А вон еще. Чудрик. Стой. Птичка. Так, готов. Что здесь? Блин. Ничего себе. Два фрагмента. Отлично. Еще шесть. Вот этот кожух этого падальщика, когда касается моего ТРП, он повреждения наносит по щиту. Странная штука. Еще один где-то летает, падальщик в округе. А где мой неизвестный фрагмент? Вот он. Так, ну и с этого, если сейчас два вывалится... Стоп, 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 стоп. Тихо, тихо, тихо. Я сильно близко к тебе не хотел. Надо подальше отъезжать, иначе он начнет плеваться с зеленой гадостью этой. Так. Так. Есть фрагменты? Черт возьми, с этого не выпало. Это плохо. Этот был бы последним. Сколько у меня уже неизвестных фрагментов? 21. Блин. Еще надо. Еще надо два кусочка, чтобы было больше 25. Ну где вы, падальщики? Неужели у вас нет больше здесь? Ну здесь-то по-любому должно быть. У вас же много здесь было. Вон он. Нет, это курильщик. Это курильщик. Вот он. На радаре вижу. Одного падальщика. Черт смылся. Смылся с радара. Неизвестно. А, он внутри, этот падальщик, да? Да, это не по мою душу. Их внутри дофига. Но внутри я без артефакта не попаду. Блин, снаружи бы кто, а? Хоть бы один попался бы еще. Хоть за артефактом лети. Ну, ребят, вы где? Вас же много было. Что там? А, там мой асп. Господи. Я аж перепугался. Я его уже развыделить не могу. Нет, все развыделил. В органических соединениях. Вот здесь вот может есть в органических соединениях что-то. Не только в падальщиках. А, нет, здесь только материалы. Этот где? Этот внутри. Этот, блин, внутри. Этот мне не нужен. Блин, неужели придется вылететь и залететь? Упс. Блин. Дурацкие эти, блин, шкуры лежат. Так, 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 так. Где что? Где что? Я уже по кругу проехал. И не вижу. Никого. Всех расстрелял, что ли, по радиусу? Это печаль. А вот эти вот заразы, они в цель не берутся. Бывает, что падальщики отлетают. Отлетают далеко в сторону. Ну, не в этом, не в моем случае. Да? Ну-ка, на радаре нет? Нет. Один мой беспилотный корабль. Ну, что ж вы так, ёшкин ты кот. Что ж вас так мало-то? Падальщики. Ай-яй-яй, блин. Только б не застрять. Только б не застрять, а? Кажется, я застрял. О, да фак, чтоб тебе. Рок хренов. Ну да, о, еще один появился. Отлично. Двое. То, что надо. О, вот он. Вот как ты близко подлетел. Ну, все-все-все-все-все-все-все-все, ребятки, все-все-все. Ухожу, ухожу, ухожу. Только не плюйтесь. Этот тоже, этот согрелся, согрелся, гад. Надо отъезжать, а то плюнет сейчас. Да не мотайся, не мотайся ты, блин, дай прицельцы. Гребаный ТРП. Да что ж ты, навестись не могу. Носом навестись не могу. Сейчас там все пропадет, все материалы. Да хрен с ним я. Сейчас вплотную к нему. Есть неизвестный ФСД след. Блин, какой нахрен ФСД след, какой, когда мне надо. Блин. На этот надежда, что ли, получается. Два куска отвалилось. Вот жесть, а. Компоненты неизвестных технологий. Ничего подобного нет. А те материалы у меня пропали с первого подальщика-то. Самого первого. На радарах-то их уже не видно. Неизвестный панцирь. Панцирь мне не нужен. Может они куда укатились? Компоненты неизвестных технологий. Катаются эти материалы. Надо было по одному их. О, еще один. Неизвестный ФСД след. Компоненты неизвестных технологий. Вот черт, а. И что делать? Это что такое? Бог его знает, что это там. Где еще подальщики? Придется, наверное, взлететь. И снова вернуться. Пожалуй, так и сделаю. Иначе я так долго их буду ждать. По-моему, я сейчас приземлюсь прям в эту хреновину. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, валим пока отсюда. Подальщик. Подальщик. Двое. Даже трое. Вот черт, а. Откуда вот они? Хорошо, что я их заметил. Двое. Я надеюсь, они не пропали. Где-то они тут были же. Где? Я ж видел огоньки. Куда мой нос смотрит корабля? А, это хвост. Они с той стороны. Вон они. Стоп. Вот они. Вот они. Первый. Сразу смотрим. Неизвестный фрагмент. Две штуки. Отлично. Просто. Просто отлично. Первый. Сейчас на меня тот. Тот нападет падальщик. Мне кажется. Второй. Отлично. Надо убираться отсюда. Уж больно много здесь этих падальщиков. Компоненты неизвестных технологий. Так. Неизвестный фрагмент. 27 штук. Пойдет палену. Отлично. Я думал, я буду долго возиться. Дело в том, что... Опа. Только не застревай. Дело в том, что эти неизвестные фрагменты обычно добываются из неизвестных артефактов торгоидных. А эти артефакты довольно нудно искать. А вот на базах торгоидов, как видите, очень просто. Очень просто эти неизвестные фрагменты добывать. Расстреливая падальщиков. Фу. Как я рад, что отделался малой крови. Все, валим из этого зловещего места. Заглянуть мне надо в Майю сейчас. Плохой топливозаборник здесь у меня, оказывается, стоит на Аспе. Почему? Потому что... Ух ты, ёшкин кот, вот эта база. Потому что на Аспе я таскал какие-то грузы для инженера, и мне пришлось снять все оборудование для дальней разведки. Вот это, блин, база. Нет, это корабль. Материнский корабль. Заброшенный. Торгоидианский. Или торгоидный, как там правильно. Материнский корабль. Так, в Майю летим. В Майю. Поставим нормальный топливозаборник. Майя недалеко. Майя... А то так невозможно лететь. Ну? Ну открывай же. Родная. У-у-у. Это все из-за туманности. Туманности Плеяды. Что-то мне говорит о том, что сейчас не откроется ни хрена. Что ж у меня туманности-то так глючат? Майя. Так, чтобы они не глючили, нужно масштаб сильно увеличить. Вот так вот. О, так уже получше. Далеко станция здесь. 631. Нормально. Какая система интересная моя. Можем сразу прыгнуть. Черт, цель затемнена. Ладно. Уходим в супер-круиз. А потом прыгаем. Пока уйду в паузу, слетаю в Майю, поставлю топливозабор нехороший, если там есть. Останется 8 прыжков до системы там, где я оставил анаконду. И полетим к профессору Палину договариваться с ним. Итак, лечу к профессору Палину. Оказывается, наш друг обосновался-то тоже в системе Майя. Ничего себе, я залетел в Майя. Купил щита... Фу, этот топливозаборник. Решил сразу полететь на Аспе к профессору Палину. А он тут на соседней планете оказывается. Как замечательно. Сейчас подарю ему торгоидных штучек и пытаюсь с ним подружиться до пятого уровня. И заодно узнаем, есть ли у нас материалы на апгрейд наших маневровых на анаконде до пятого уровня. Планетка большая, однако. Тоже в кратере его база. На краю. Ух ты, большая планета. Надеюсь... Нет, гравитация невысокая. А чё это я так быстро иду? Надо бы снизить скорость. Ай-яй-яй. Быстро иду. В кратере обосновался Палин. Вот это профессор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй ухты какой здоровый корабль это кто корвет федеральный федеральный корвет серьезный парень это даже не федерал и тихо 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 это не федеральный корвет так шарахну кая повыше немножко это это эсминец крейсер персей ни хрена себе вот это да так товарищ палин принимайте нас персей элита федерация фарагут класс battle круиз крейсер класса фарагут классная штука вот это да нифига себе охраняет палин это какая штука серьезный парень то видимо наш профессор надо с ним повежливее большими делами занимается торгоидов изучает неудивительно что он ума и обосновался именно в этой туманности плеяды в окрестностях этой системы происходят странные вещи с торгоидами так давайте сразу купали ну и так мы к вам профессор и вот по какому делу дарим ему неизвестные фрагменты отлично двигатели давайте сейчас самое самое интересное на грязную до настройку будут материалы фармацевтический изоляционный материал а хрена с 2 хорошо на чистую до настройку черт аномальные компактные данные нихрена нету на четвертый уровень апгрейда хватит оптимальный усилитель 14 процентов это очень очень мало а грязная 4 тоже будет 25 процентов а сколько у меня грязная 3 у меня на 20 процентов прокачан двигатель до на грязную на настройку до третьего уровня у эльвиры я прокачивал обеспечивает 20 процентов наверняка и на максимум прокачал а если я сделаю чистую у меня будет на 14 процентов это маловато маневренности на 14 процентов придется грязь сделать зато тепловая нагрузка блин надо 5 уровень оптимальная масса уменьшается это плохо прыжок уменьшится энергопотребление целостность сильно уменьшится она грязь у меня вообще страшно будет греться тепловая нагрузка на 79 процентов может увеличится нет на грязь и его точно делать не будут что нам нужно на фармить аномальные компактные данные об излучении что же придется на фармить на чистую донастройку потому что грязь я делать не хочу что такое усиление двигателя целостность а на прочность двигателя надо на чистую чтобы наша анаконда не грелась ну и чтобы более-менее маневренная была хотя бы на уровне грязной до настройки 3 грейда 14 20 процентов блин сколько на дна фармить 12 штук проводящий керамики у нас 12 аномальные закреплю к я чертеж придется фармить аномальные компактные данные об излучении все понял профессор так давайте его качнем немножко до специальные микропрограммы у нас нигде не с ним не будут использоваться наверное на чистой проводящие керамика олова олова дофига а вот остальных проводящую керамику мы быстро наберем этот 3 уровня материал а вот это аномальные компактные данные обнаруживается в маяках конфиденциальных данных из дальнего космоса можно собирать в источниках сигнала многие системы автоматически архивируют данное обозлучение поэтому этим сведениями нужно быстро заполнить любые накопители понятно очень скудная информация маяки конфиденциальных данных из дальнего космоса маяк конфиденциальных данных понятно дальний космос надо лететь не смысле что далеко за пределы пузыря а смысле что в системах подальше от торговых маршрутов в источниках сигналов надо искать да заколебусь и это все искать закрепим чертеж так чтобы знать что чего ну и надо лететь карибасить тогда собирать эти аномальные данные еще вот эту модификацию третьего уровня да я думал у меня все таки будут материальчики на четвертый уровень у меня есть чистый до настройки но процент мало мало процентов не маневрена у нас будет и так тяжелый корабль еще и оптимальный усилитель 14 процентов всего ясно ладно полетел карибасить в этом году маневрена ясно ясно ясно